Легендарный Владислав Третьяк Ну, действительно, счет голосования, как принято говорить, опять же, если мы про журналистские штампы, разгромный. Почему так? Почему у вашего конкурента, союзника, напарника, пятисого... Ну, у вас же есть какая-то оценка? То, что вы не думали об этом, я не могу допустить. Да, я просто что хочу сказать, что у каждого была своя программа, и выступающие специалисты, такие как Тихонов, Михайлов, Петров и из зала, люди сказали, что моя программа более близка к цели и более близка к жизни, понимаете? Вот поэтому практически 125 делегатов отдали преимущество моей программе, которую я защищал. Да, 125 против 11. Да, большой, конечно, счет, но я хочу сказать, ничего не сделаешь. Но вы знаете, что Фитис говорит, что за 10 минут он просто не мог рассказать... А не 10, а 15 минут было. И он, кстати, все рассказал, что я 15 успел, и он тоже должен был успевать, потому что регламент определенный, конференции, ничего не сделаешь. Ну, сильное место, мне кажется, в его программе поддержка регионов. Что вот вы скажете? Вот вас упрекают, что вы на регионы как-то махнули? Нет, это наоборот. Нет, нет, нет. Мы наоборот живем за счет региона. Почему? Потому что регион – это кузница наших молодежных кадров. И мы проводим первенство регионов, мы проводим первенство страны России в разных уголках нашей страны. Это и в Приволжском округе, и в Сибири, и на Урале. И поэтому наша главная задача как раз нацелена именно на те районы, где развивается хоккей. И наша главная задача – это строительство стадионов, кадры. И поэтому мы финансово помогаем всем регионам, которые помогают. Я понял, что мы за все хорошее против всего плохого. Нет, нет. Фетисов поздравил вас? Поздравил. А кто первый поздравил? Ну, так, когда объявили меня, он подошел, пожал руку. А я сказал, что я благодарю Вячеслава Александровича, который пришел на эту конференцию. И у него были хорошие моменты, которые он высказывал в своей программе. Мы учтем. И, значит, еще спасибо большое, что мне действительно было интересно в соревновании победить. Мы, знаете, армейцы любим побеждать. Не любим проиграть ни он, ни я. Он-то тоже армеец, да. Да, мы оба. Поэтому мы были здесь конкуренты первые в жизни. А главный хоккей из страны вас поздравил? Нет. Нет еще? Нет еще. А почему так? Ну, не знаю, еще, может, время не пришло. Может, поздравить. Он же, кстати, тоже армеец в том плане, что он главнокомандующий. Если вы говорите про Путина. Кстати, говоря о Путине, вот что говорят, допустим, ваши оппоненты? Что вас открыто поддерживал Мутко. А Мутко, это мы ставим знак равенства с Путиным. Значит, как бы Путин своим авторитетом поддержал Третьяка, у Фетисова не было шансов. Что вы скажете про это? Ну, можно говорить все, что хотите. Виталий Иоаннович и министерство, которое он возглавляет, мы тесно сотрудничаем. Вот. Потому что у нас договора, и мы отчитываемся постоянно. Мы, значит, они нам... Когда мы представляем министерство тренеров, они дают нам, говорят, да или нет. Соглашаются с нашим тренерским составом или нет. Поэтому мы постоянно ведем работу с министерством. Допустим, в женском хоккее мы субсидии получаем от правительства. Это заслуга министерства спорта. Виталий Иоанновичу надо спасибо сказать. Он приезжает на все соревнования, он приезжает на наши сборы. Поэтому ему видна моя работа. А тем людям, которые не знают, что внутри происходит, конечно, есть вопросы критики. И мы готовы критику воспринять, только правильную критику. Если мы про критику заговорили, то, конечно, не вспомнить Олимпиаду. Тоже аргумент, кстати, Фетисова, что в Минск не приехали монстры. Такие вот наши соперники, мощные игроки. Поэтому там и мы сумели выиграть. А на Олимпиаде были сильные хоккеисты противники. И поэтому сборная России, чуть не сказала СССР... Я хочу сказать, во-первых, заслуга нашей федерации, что к нам приезжают все хоккеисты, которые, если они не травмированы, из национальной хоккейной лиги, покупаем им билеты, они к нам прилетают. Вам, например, Овечкин, Малкин. Овечкин с травмой, кстати. Он даже с травмой приезжал, вы помните. Поэтому у нас проблем нет. Ягар приехал, играет за чешскую команду. Поймите, это проблема тех команд. Но я вам хочу ответить на этот вопрос. У нас было 14 новичков, которые даже никогда в жизни на чемпионат мира не были. Понимаете, поэтому мы играли равных против равных. И то, что сегодня мы говорим о победе, интересной победе. И, кстати, я хотел бы москвичам спасибо большое сказать. Практически около 75 тысяч пришло на Тверскую поддержать и поздравить нашу хоккейную команду. И с 10-10 сегодня ни одна команда мира не может похвастаться, что она из 10-10 выиграет. Понимаете, наши ребята сделали. А какие в травмах они играли. Если вы видели, я каждый раз приходил после матча к ним в раздевалку, из дороги говорят, у меня опять один вылетел, у меня второй вылетел. И, представляете, врачи делали невозможное, как, знаете, медики такие, они старики-катабычи колдовали над ними. И ребята, вот знаете, вот с травмами. У нас Анисимов со сломым пальцем играл. Плотников с министом. Значит, травмы... Ну, а Вечкин это просто герой. Вы знаете, он после травмы, которую получил с немцами, ему сделали специальный корсет за одну ночь. И он вышел. Он вышел против команды Играл. И, кстати, ребята видели, горели желанием играть. И ко мне подходили и говорят, да, вот мы Олимпиаду смотрели, но мы не видели такого хоккей. В хоккей вот на Олимпиаде более такой был профессиональный, он такой спокойный был. А здесь ребята вот впервые горят глаза, эмоции, жажда победы. И многие, знаете, болельщики мне говорили, Владислав, даже если вы первое место в Беларуси не выиграете, ну, вы нам показали другой хоккей. Хоккей, который мы любим, азартный, пускай, может быть, с ошибками, сумбурный, но красивый. И это ребята наши молодцы, конечно, благодаря тренеру Знарку. Вы понимаете, он после Олимпиады за полтора месяца получил команду. Хорошо, у нас Евро-Туры есть, на котором он может обыграть у нас 9 матчей. И я хочу сказать, что, конечно, заслуга тренерского состава, что в короткий матч, в короткое время они смогли создать такую команду, которая нам понравилась, правильно? Вам понравилась играть? Это восторг был, тем более, такой настрой был, честно говоря, после Олимпиады. Что вы в этот день, вот, в Олимпиаде, вы напились с горем или нет? Нет, я много не пью, но, конечно, было обидно, понимаете, на своей Олимпиаде, когда практически мы в федерации все сделали, значит, прекрасные условия. Мы специально переделали раздевалку, она в два раза больше сделана. Понимаете, у нас появился генеральный менеджер, у нас скауты работали. Мы отдали тренеру все. Вот он полководец был, он набирал лучших из лучших, и мы действительно лучших из лучших взяли. Но ошиблись где-то с вратарем, я думаю, в системе. Но это уже тренерский состав, к сожалению, не смог выполнить. Я сегодня не хотел бы никого обвинять, но, к сожалению... А когда же как не сегодня? Сегодня самый такой день, потом уже рабочий процесс начнется. Получилось так, что у нас исполком, значит, приняло решение, что после Олимпийской игры мы меняем состав. Тренерский состав. И даем на 4 года команде Знарка генеральным менеджером Андреем Сафроновым работать вот до Олимпийской игры. Ну, совет вы тоже будете менять, да? Совет мы уже поменяли вчера. А Ротенберг вошел, да? Ротенберг Аркадий вошел. Ротенберг вошел. У нас вошел и Величкин из Магнитогорска, генеральный менеджер. Из Ярославля Яковлев вошел. У нас вошел Жамнов вошел. Я вам много могу перечислить. Это генеральный менеджер Атланты, генеральный менеджер ЦСКА и так далее. Очень много. Гимаев, кстати, который специалист. Да, коллега. Мы, ну, вы знаете, нам критиковали, что у нас нет смены. Мы практически 17 человек из 35 новых, вообще новых. И из Константинальной хоккейной лиги, конечно, и генеральный и председатель Константинальной хоккейной лиги, его заместитель и так далее. И у нас представители Акбарса, Уфы. Поэтому мы сегодня вливаем новые силы, посмотрим, как мы будем дальше работать. Будет сложнее, конечно, но мы в единой семье. Мы должны работать на хоккей. Вы знаете, главная мысль на конференции была, что нам надо объединить все силы. Потому что иногда у Константинальной хоккейной лиги, у Федерации хоккей разные, разные взгляды на хоккей, что нам нужно. Много легионеров, мало легионеров, понимаете? Поэтому бывают дискуссии, но мы все в одной лодке, понимаете? Мы заинтересованы, чтобы хоккей у нас был на самом высоком уровне. И я вам хочу сказать, за 8 лет, которые Федерацию хоккея возглавляю, мы 4 раза становились чемпионом мира. 4 раза. Одно серебро, одно бронза. Если вы статистику читали, хоть одна команда в Швеции, Финляндии, Чехии, Канаде, Америке может похвастаться? Нет. Мы победители и вы победители. Не может похвастаться. Поймите, сегодня выиграть каждый год невозможно. Вы упомянули слово семья. Не могу не зацепиться за это. Потому что, насколько я понимаю, из всей семьи только один внук пошел по стопам великого своего предшественника, третяка. Только хоккеем увлекается только внук, да? Внучки совершенно не интересуются. И сын ведь не стал играть. Нет. Потому что моя жена сказала, что все время на сборах мне одного профессионала, и так много в моей семье. Поэтому сын пускай будет врачом. А вот внучка старшая, она занимается... Как зовут? Анечка. Она конным спортом занимается. А младшая? Машенька младшая, которая первый класс сейчас закончила, она пока только рисует. Это обе внучки от Ирины? От Ирины. От Ирины Владиславной, дочери. Ну и главный, конечно, наш любимец. Мы всех любим, конечно. Максим. Вообще, я не ожидал, что он вырастет под два метра. У него же ботинки, 47-й ботинки. Ну, надо сказать, что дедушка тоже метр 87, да? Да, 86, так. А он два. Под два метра очень... Сейчас вратари все вот такие, понимаете? Поэтому мы сейчас думаем, даже Международная Федерация, что делать? Или ворота раздвинуть, или уменьшить спортивные... Экипировки вратарей. Вы понимаете? Два метра. У них сейчас вот ловушки вот такие. Закрывает полностью, да. Да, когда я играл, у меня ловушечка вот такая была. А сейчас у них вот такие. Мы даже сейчас приняли решение на Конгрессе международном, чтобы вот этот вот такой обманный карманчик убрать. Вот, еще блины у них такие. И он так вот садится, забить невозможно. А хоккей для чего? Для зрителей, правильно? Чтобы больше шайб забивали. Поэтому сегодня Федерация или площадку меньше сделать, как Канаде, или форму меньше, или еще раз, повторяю, ворота удлинить. Но если вернуться к Максиму, то в том году он позапрошлым году был лучшим вратарем 96-го года в Москве. Ну, наверное, там дедушка-то как-то, наверное, да? Давит на кого надо, чтобы признали лучшим. Нет, нет. Я не участвую. Он финалы выиграл, да. И ЦСКА последние годы не выигрывала юношами. Они выиграли звание чемпиона в России. Он играл в команде уже на Олимпиаде молодых юношеской серебряной медали. И вот они играли на чемпионате мира сейчас в Финляндии. Я хочу сказать, что когда он встал в 5 лет, я говорю, ну, будешь вратарем? Он говорит, нет, дедушка, я хочу быть нападающим. Я говорю, ну как же, дедушка, вратарь. Конечно, да. Я тебе 20-е номер. Он говорит, нет, нет, не буду. И он занимался, наверное, месяцев 6-7. Подходит ко мне и говорит, дедушка, а у тебя зубы свои? Я говорю, что ты меня спрашиваешь? Ой, сейчас смотрел в 72-й год. Там Бобби, это, там, Бобби Хал, Эспозито, у него, значит, зубов нету. Я говорю, ну, правильно. Они нападающие. Они играли без масок, без шлемов, ну, шайбой, локтем, аборты, и зубов нет у них почти у всех. Да что ты делаешь? А у тебя свои? Я говорю, у меня свои, я же в маске играл. Вот. Он говорит, дедушка, я что-то больше не хочу в нападение играть, я хочу в ворота. Вот, представляете? Он встал в ворота из-за зубов, я встал из-за формы. Из-за формы. Когда я пришел в ЦСКА, мне говорят, я хочу быть нападающим. Он говорит, ну, ты знаешь, формы нету, купить ее невозможно было. Вот вратарская, никто не хочет быть. Я говорю, ой, мне все равно, лишь бы форма была. Видите, как случайно стал вратарем. Кстати, про форму. Знакомый мой говорил, у которого дочь занимается теннисом, а сын хоккеем. Он говорит, в принципе, сейчас настолько дорого все, ну, что касается доспехов, там, на каждой тренировке пару клюшек сломаешь, что, говорит, проще мне сейчас ребенка отправить в Канаду, купить там кондоминиум, чтобы он ходил в местную секцию, чем тратить такие деньги у нас. Нет, нет, я не согласен с вами. Во-первых, это все от вкусов. Вы тоже можете одеть Версачи или, может быть, там, Красный Октябрь, правильно? Ведь поэтому есть у нас очень дешевая российская форма хоккейная, а есть очень дорогая канадская, настоящая, не китайская дорогая. Поэтому есть выбор. Не, ну сколько вот денег надо тратить на ребенка, если готовить из него хоккеисты? Ну, еще раз, смотря какой у вас вкус, понимаете, что вы хотите. Не вкусно, чтобы это было надежно. Ну, надежно для маленького не так важно. Ну, они же уже хотят самую лучшую... Ну, вот чтобы чемпионом стал, неважно, Версач или Красный Октябрь, чтобы это чемпионский. Вы знаете, мы чемпионом мира Олимпиады были вообще на валенках играли, поэтому здесь не самое главное. Русские с помощью лома и какой-то матери могут ракету отправить в космос, это мы знаем, но тем не менее. Ну, вот клюшка сегодня по 200 долларов стоит. Да? Да. А я на майце точно так же, как и... Да, а я за Олимпийские игры 300 долларов получал в 1972 году премию. Понимаете, а сейчас у вратаря клюшка 200, но сейчас клюшка графитовая. Почему шайба сейчас идет под 180 км в чат? Да потому что она из графита. Сейчас любой девушке дайте, она поднимет шайбу. А раньше шайбу некоторые вратарские клюшки поднять не было. Она была тяжеленная такая, резиновая. Да, поэтому, конечно, вы знаете, что в Канаде мы и говорим, что вот у нас платные услуги, больше всего. Да, есть проблема, но в Канаде все платят взносы в детской спортивной школе, все выезды за счет родителей, все. И форму они родители. У нас есть клубы, где форму выдают. Вы знаете, даже ко мне приходят игроки, там, юношки, молодежные. Я им даю клюшки, они не берут, потому что это не их клюшки. Они привыкли уже своим клюшкам. Раньше за любую клюшку ты возьмешь, не важно. Как у нас было в ЦСКА, пришел молодой хоккеист, подходит к завхозу, а завхоз летчик, старый летчик уже такой, да. Он подходит к нему, вот, Владимир Васильевич, дайте клюшку, он так берет, не глядя ему, другой. Он говорит, так она же в другую сторону. Слушай, перегнешь. Я вот когда на самолет садился, я не выбирал, я летал, и все. Поэтому сегодня, конечно, другая жизнь. Сегодня форма легкая. Сегодня есть выбор. Можно купить и дорогую, и недорогую. Конечно, хоккей, удовольствие дорогое. Очень дорогое сейчас очень. Почему? Потому что каждый хоккеист, мальчик, он видит, в чем одет другой. Он видит, какая у того форма. А ведь зарплата у всех разная. Поэтому, конечно, сегодня все-таки в школах, в детских спортивных школах все-таки выдают форму. Поэтому это выбор уже отца у хоккеиста. Самое главное здесь даже не форма. Здесь самое главное в семье. В семье должен один человек сегодня посвятить всему тому, чтобы вырастить хоккеиста. Я понял, в семье должен быть один третяк. Не-не-не, вы понимаете, что он получает? Смотрите, сегодня в хоккей приходит с пяти лет. И он уже должен кататься. Я пришел в одиннадцать лет, он умел кататься. А здесь пять. Пять лет ваш ребенок может одеть штаны, он шнурки завязать не может. Вы должны его привезти, вы должны его одеть, постоять два часа на тренировке, потом его раздеть и увезти домой. И так на протяжении до семнадцати лет. Поэтому семья очень важна, как они воспитывают и как они помогают ребенку. Я хочу нашим зрителям раскрыть секрет, почему вы здесь оказались. Не потому что мы такие хорошие, а потому что у вас самолет задержался. Должен быть в семь часов, да? Должен быть в семь, сейчас в десять. Но в десять улетите. Куда улетите? Зачем? Еду в Ульяновск. Я депутат государства дома от Ульяновска. Во-первых, у нас пять лет как стадиону лидер. У нас небольшой хоккейный стадион, и там будет большой праздник. Мы с губернатором Морозовым там открываем. Ребятишкам будем подарки вручать. Естественно, будем присутствовать там. И сейчас у нас там группа врачей находится, иностранных, которые действительно консультируют наших врачей по очень сложным операциям. Поэтому мы уже это продолжали около восьми лет. Сначала в Саратове, сейчас в Ульяновске. И вот такой обмен, он очень хороший. Почему? Потому что действительно, когда идет консультация, обмен опытом, тогда совместно можно сделать хорошее дело. И тем более все операции бесплатно происходят. Бесплатно и почему? Потому что есть организации, которые вот за рубежом, которые действительно, у них такой фонд создан. И они вот, значит... За рубежом где? В Канаде. Они, это канадское, там вратарь есть такой. А, то есть это какие-то ваши контакты? Мои контакты, да. Адамсон, но он вратарь тоже в Канаде был. Ну, не такой успешный, может быть, как я, как он говорит. Такого у него вообще. Как он говорит. Но он потрясающий человек, интеллигентный. У него своя клиника, у него пластические операции. Вы знаете, они делают такие операции... Пластика для детей? Для детей, да. Ну, то есть мы говорим о каких-то травмах или... Сложно, ну, родовые травмы, ожоги разной степени. И они вместе с нашими врачами, они консультируют. А и врачи наши уже делают операции, но они консультацию очень хорошую дают. И наши врачи просто в восторге, они получают опыт. Ну, вы знаете, когда иностранцы приезжают у нас и приводят порядок, все, и, знаете, как гостей. Мы сами стараемся и вкусных покормить. Но они по 8-9 часов в операционных консультируют. А наши врачи делают операции, они как консультаты находятся. Как давно этому начинанию? Уже 8 лет. 8 лет? Да, уже в Саратове это было, когда я был депутатом от Саратова. Сегодня я в Ульяновске. И, в общем, просто я в восторге. Несмотря ни на какой политике люди приезжают из разных стран. Вот это самая главная политика – помогать друг другу. Вы знаете, я горжусь, что такая программа при моей жизни проходит. Но это все под ваш личный авторитет. Это фонд Владислава Третьяка, у меня есть фонд Владислава Третьяка, который я задумал, в первую очередь, для того, что не было патриотизма у наших ребят, у наших детей. Не было, а сейчас есть? Ну, вот приходишь в школу, приходишь в школу. Вы сказали, что не было. Не было. А сейчас есть? Есть. Есть. С какого момента? А с какого момента? Вот последние 7-8 лет. А до этого, 14 лет тому назад, я прихожу в школу хоккейную. О, здрасте, да, Владислав. Я говорю, ну с кем будешь играть? Кем-то? Я Лемье буду. Лемье? Ага, это Питтсбургит, да. А второй говорит, а ты кем? А я буду как грецкий играть. А где ты будешь играть? Я буду в Вашингтоне играть. Я говорю, ребят, а кто за страну-то будет играть? А им по 8-9 лет. Понимаете? Ну, конечно, они смотрят на Третьяка. Он в Чикаго играл. Я в Чикаго не играл никогда. Я вообще в НХЛ не играл. Нет, нет, нет. Это Фетисов играл, там, Макаров, Ларионов. Я не играл ни одной игры. Я играл против них. Но вы же в Америке что-то делали. Я был консультантом по вратарям в Чикаго. Вы мастер-классы у Вас были? Мастер-классы были, да. Где именно? В Финляндии были, в Швеции были, да по всему. В Норвегии, в Германии, по всему миру были. Вот, поэтому, конечно, моя была задача в создании фонда, создать международный фонд для того, чтобы были соревнования международного класса. Понимаете, наши ребята играют, ну, СССР, СПАРТАК, Казань, там, Металлург. А когда иностранцы, дело в чем? Флаг России, флаг Америки, Канады. И вот этот пацан, который, вы можете не заметить его, но когда он стоит перед гимном, он видит американец. Я думаю, Минская победа в этом смысле огромный, огромный вклад в это дело. Вот это патриотизм, понимаете? Вот они стоят, они видят, как американцы. А наши стояли сначала так, а теперь наши так стоят. И гимн поют. Вот же пацаны, вот я был в Ульяновске, кубок 3К проходит у меня уже третий год там. Вот, они уже поют гимн России. Вы видели футбол, как американцы, там кто-то играет. Все поют. Только не надо про футбол. Ну, поют, а мне нравятся. Не надо от этого. Они принадлежат своей страны, они поют гимн. Это здорово, это объединяет людей, поймите. У нас осталось 3,5 минуты. Да, и мы заканчиваем игрой в правду. Наш выпуск. Здесь фишки четырех цветов и карточки тоже четырех цветов. Здесь на них написано вопрос, не про хоккей. Давай. Сразу говорю. Так, будет у нас... Так, сейчас первое фишку. Ага, фишку. Интересно. Да. Что мы будем делать? Вы вытягиваете фишку. Ого. А это белый цвет, это свободный вопрос. Значит, я вам выбираю карточку вот голубого цвета. На, подумайте. Давай. Какие ошибки родители допустили в вашем воспитании? В вашем воспитании? Да, какие? Вы знаете, я уважаю своих родителей. Я не знаю, недостатки у всех есть, правильно? Но, по-моему, родители постарались меня воспитать добрым, порядочным человеком, трудолюбивым. Я им во многом благодарен, вот, но отец хотел, чтобы я был летчиком. Я допустил немножко ошибку, что летчиком не стал, но я думаю, меня сегодня болельщики простят, что в своем сфере я тоже добился результат. Я думаю, что родители не жалеют о том, как они воспитали. Я благодарен, что родители у меня были действительно настоящие люди. А вы, как отец, как вы себя считаете? Какие у вас недостатки, как у родителей? Я слишком добрый немножко, да. Да? Ну, я по натуре добрый. Ну, для дочери ты точно хорошо, а для сына не на дряскому не страшно. Ну, у меня жена такая строгая, поэтому... Я ей скомпенсирующий момент. А почему? Потому что она все время была одна, а меня не было, поэтому очень сложно было, да. Ей всегда было за маму и за папу воспитывать. Так, любую желтую выбирайте, любую. Желтую, давайте желтую. Так, вам случалось обсуждать фильм, книгу, которую вы на самом деле ни разу не читали, не смотрели, что это было? Вы знаете, я вот от этого вопроса уйду, раз про фильм, про «Легенду 17». Вот «Легенду 17», вы знаете, я считаю, что нам не хватает патриотических фильмов. Вот в Канаде, в Америке, они в 80-м году нас обыграли, они создали фильм «Миракл». Там показывают, как надо идти к победе, как это тяжело. А нам столько лет понадобилось, чтобы «Легенду 17»? Да, а мы им поставили 17. Вы знаете, я когда приходил в зал и видел, девушки плакали. Такого сегодня достичь невозможно, потому что сегодня удивить ребенка, или особенно подрастающего поколения девушку, очень сложно. Но они видели реально, как ребята Советского Союза, просто герои, играли против профессионалов. И это было очень сложно. И Харламов, он был собирательный момент, понимаете? Там много надумано, но главная идея – патриотизм и воспитание. И я считаю, что кино «Легенда 17» удачное. Так, ну, вот нахуй. Голубой, подумайте еще раз. Голубой, давайте, мы что-то выберем. Так, вы и правда верите, что ваша карьера успешна? Вот это вопрос! Ну, я думаю… Вот это вопрос! Я говорю, что… Это не мне судить, конечно, да. Я просто благодарю Богу, что я не стал нападающим. Потому что нападающим, как Харламов, Михайлов, Петров, там невозможно быть. Надо родиться нападающим. Я родился, видно, вратарем. И я благодарю Богу и судьбу, что это случилось. Да, вы упомянули слово «легенда», потому что «третяк» – это, в общем, легенда такая же, как Харламов. Но давайте признаемся, что и Фетисов тоже, в общем-то… Конечно. А кто говорит что? Великий защитник. Великий защитник. И стал он великим президентом. Ну, не важно, но великий нападающий… Ой, защитник – это точно, да. Я хочу подарить вам эту книжку. Это 24 кадра «Правды». Про кино здесь собрано. У меня обязательно будет книжка про спортсменов, куда наша беседа… Я с удовольствием прочитаю. Войдет читать не обязательно, но пропиорить мы ее должны были. Ну, тут еще Михалков мой друг хороший, который хотел… Поздравляю вас. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо за приглашение. Оставайтесь президентом. Спасибо. Радуйте нас. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова